Всем привет! Сегодня у нас будет видео как я ремонтирую МППТ Орион, которое я купил. 18 амперное зарядное устройство. Ну и по протяжении какого-то времени оно вышло у меня из строя. Первым делом я обнаружил, что вышел из строя предохранитель, а потом обнаружил, что выгорел просто диодный мост. Но, как я и говорил, вот эти вот пластины алюминиевые, это просто ни о чем. По идее, хотя бы ребра были бы какие-то, было бы гораздо гуманнее. Так, один вот этот вроде предохранитель, тут краешку стоит целый, в этом просто взрыв. Ну и тут тоже раскололся диод и по центру вот так вот замкнул в эту сторону. Это диодная сборка из двух диодов, если не ошибаюсь 20 на 20. Так, сейчас посмотрим. 20 на 20. 20 вольт, 20 ампер. Будем вставить из блока питания, опять же, выходная цепь. Есть там вот такие диоды тоже 20 на 40. Так, у нас здесь в центр и здесь в центр. То есть, самое главное, обратить внимание, в какую сторону направлены диоды, чтобы они совпадали. С обратной стороны, тут более плачевно все получилось. То есть, видим пятно, центральная прям выгорела полностью, то есть, вот она болтается, это прям дорога с контактом от транзистора, ой, от диодной сборки вылетела просто. Сейчас паяльник подогреется, но это все дело снимем. Короче, повезло. В принципе, я этого ожидал, поэтому полез первый раз пропаивать, что-то я уж и не подумал, что до такой степени все сложно. Кстати, от этого диода, диодной сборки, зависит ток. То есть, можно поставить побольше, но ток будет выходной выше, но будет греться капитально. Как-нибудь вот эту вот, туда оторвать ее. Можно потом просто зачистить, где у нас еще влага к корпусу пришпилен. Что-то паяльник не греется. Нормально все стоит. То есть, нам придется заменить вот этот транзистор. И, соответственно, еще вот этот резисторная сборка. Интересно, куда надо, как идет. Тугая плавка здесь. Как паяешь, сразу вонь стоит. Раз, два. То есть, выбила одну пару диодов. То есть, один диод выбило из сборки, из двойной. Уже отвалился. И обгорело у нас, видите, центрально прямо плавилось. То есть, до какой степени здесь токи. То есть, я ничего не откусывал, просто она выгорела. И вот видно, часть вот здесь вот обломана. Собирали, напомню, русские. Я так понимаю, русские вообще ничего собрать не могут по-человечески. То есть, за всеми все надо переделывать и доделывать. Так, дорога отвалилась, как я и предполагал. Так, крайняя у нас целая. Это крайняя. Целая. Центральная у нас нету. Так. Спирт есть. Я просто зачищаю обычно рядом. Чтоб максимально ток передать. Так, у нас идет на... На дроссель мощный. А с дроссель мощный у нас идет. На вот эту вот сборку по верху идет. То есть, с дросселя нормально все. Дроссель нагревается. И вот здесь вот, по идее, надо проковырнуть. Сейчас посмотрим, где у меня машинка. Где у меня к ней блок питания. Переходник где-то потерялся. Так. Так. Переходничок. Так. Вот он нашелся. Будем использовать шлифовочный диск. Что нужно для того, чтобы, во-первых, видеть флату. Что с ней. Какие дороги дополнительно потеряны. Потому что обычно, когда выгорает, у нас появляется реальный нагар. С обратной стороны у нас некрасивее. Так. Это у нас боковые там поврежденные. Так. Подлезем. Ага. Вот так все просто. Так. Так. Видим поврежденную одну дорогу. Которая как раз у нас открылась сразу. Надо ее усилить. Потому что она в следующий раз просто отгорит. Вот. Ага. Она, в принципе, уже сгорела. Так. В принципе, ничего серьезного такого не случилось. Но я читал, что у многих одна и та же проблема почти всегда. Это при максимальной емкости, мощности вернее. Они любят очень сильно выгорать. Ну, это все, я как и говорил изначально, из-за неправильного радиатора. На котором сэкономили деньги. Так. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас дорожку придется нарисовать Вот это место был сильный перегрев, потому что дорога отлично просто рисуется Вот ниже плата холодная, это говорит о том, что со временем потерялся контакт на плате Это связано с непропаем, который в принципе я пропаивал То есть надо было там олово бухать Получится как лучше Получается все равно переделать и доделать придется позже Так, растим дорогу самого дросселя дополнительно из золова Главное ничего тут по дороге не снять рядом Сразу обращаю внимание радиатор у нас поддерживает такой тип транзистора, потому что те, с которой стояла диодная сборка, она имеет пластиковый корпус, а этот стальной То есть у нас на корпус Если завязано на землю, здесь не завязано, но видим С обратной стороны тоже обязательно смотрим Здесь тоже нет следов завязки То есть можно смело ставить на радиатор И путем даже можно термопасту бухнуть Ну вот кулер этот по идее под замену, под что-нибудь более стоящее Так, по поводу съема-съема Старенький добрый Самое, кстати, главное Ну вот как можно убедиться, что, например, сгорел Вариант самый простой Это на запах Чтобы не было запаха пластика и гари Здесь он есть И при пайке он очень сильно ощущается Потому что пропалено сильно очень Так Ага, 20 вольт 200 Так 20 ампер 200 вольт, что ли? Да Да, я что-то не верю по таким контактам Так, а у меня какой аналог? 20 ампер 400 по идее Тут и то контакты мощнее, блин, выглядит Он есть еще мощнее Ну что-то он Не хочу дырочки сверлить рядом Нафиг, нафиг Посмотрим, что Произойдет Мне проще перепаять Предохранители у меня гора Чем что-то там Десять раз смутить Блин От диска ворса тут Остальное что в лицо налетел Впился Вещь классная Вот эта бормашинка Помощник такой Можешь конечно И ручками все делать Так Время хочется Сэкономить везде Так, так, так Что-то не лезешь то Все там нормально Скважины такие Теперь Вот перед тем как запаяться Надо зафиксировать Транзистор иначе Потом, когда Припаяем все целиком Будет очень сложно это сделать Так вот оно Далее Лучше Конечно Термопасту Сейчас постараюсь Все это делаем У себя У себя Постоянно все откладываешь Прибираешь А потом Находишь Сюда Главное один то на столе лежал Возьмем и воспользуемся Старым добрым методом У меня есть Радиаторы В сборе у них Есть Термопрокладка Такая вот Шняга Она в принципе Для моих целей Не сильно нужна Здесь она нужна Есть термопрокладки Пропитанные там Картонки Те вообще Классные Там При затяжке Короче Они Как бы Выдавливаются Ничего Только нету Короче сейчас Получается Лучшая Отдача Так 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 Все потерял Самое сложное что они тут сделали В принципе А что я парюсь то Я же уже снял Они почему то винт этот Поставили наоборот Скорее всего самая первая сборка идет Через этот винт А потом уже Остальное все Так Поправим Прокладку Сейчас самое интересное начнется Восстановление дорог Не знаю как все Восстанавливают Вот Я делаю По-простому Так Угу Человеча Сейчас более-менее По идее можно взять лазер Ну диск И распилить Можно лазерный У кого есть Так Ну Что у нас Три контакта Резистор с конденсатором У нас Как бы Фильтрует Вход Относительно Выхода Я так понимаю Попадает сначала на диод На На диод Попадает А потом уже На ключи Почему-то Все не так Да Из ключей Уже этих Выходит Мощных Ну Все понятно То есть Диодов один Ключей три Соответственно Ключей на 30 ампер Диод на 20 ампер Соответственно Вся нагрузка Ложится на диод Если бы изначально Вот на диод Поставили Побольше Запас Соответственно Он был бы мощнее То есть Он был бы на 30 ампер Так это Фиксим с этой стороны Чтоб у нас не улетело Ничего Ничего Никуда Так Вот здесь Самый Простой Способ Это Взять какую-нибудь Деталь Ненужную Ненужную Нужную Сделается Вот так Вот Диод С мощным Вообще Контактом Угу 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 Чуть На плату Чтоб Где не сильно Там Разогрето Было Заводим И Оставляю Всегда На весу Чтоб Больше Олова Просто На контакт Попало Откусываем Лишнее И Вперед Заливаем Так Подлили Где-то У меня Кряжки Крупнее Убежало Так Ладно Фикснее Самое главное Чтоб Контакты У нас Остались Целыми То есть Никакого Замыкания Постороннего Быть Не Должно Так Сейчас Как-нибудь Пристрою Так Теперь Немножко Туда Сгоним Так Хоп По идее Дроссель Должен Перегреваться Сейчас Как-бы Защита Быть по нему Толком И нету То есть Недодумана Схема Даже Датчик Не сработал Тут Температура Защиты Стоит При Превышении Температуры Он Должен отключаться Он При Превышении Температуры Просто Тупо Сгорел То есть Датчик Не откалиброван Кстати Вот он Стоит Далеко С этой стороны Придется Обязательно Подпаивать Контакты Здесь Сложнее Тут Как-бы Дороги Чуть-чуть Не хватает Поэтому Здесь Надо Собирать Под уклоном То есть Ставим Плату Что В сторону Стекало То есть Надо Больше Сейчас Набухать Контакт Залудить И вот Она Уже На Контакте Сейчас Красиво Цивильно Не По-детски Так Потом Под Освещением Это Дело Рассматриваем Желательно Олово Загонять Если Мощные схемы Или Диод Если Большая Нагрузка Чтобы Максимально Ток До него Довести Потерей Не было Лишних Перегревов Что Я И Делал Так Транзистор У нас Зафиксирован Проверяем 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 Можно Взять Тонкую Отвертку Подстраховаться Чтобы Чтобы Не было Никаких Между Контактами Ничего Не Проверяем Схему Тестер И Вперед Прозвонку Ставим Или Как Там Умно Это Называют Измерение Сопротивления Не Знаю Нарисован Диод Значит Прозвонка Диода Идет Смотрим Так У нас Должно Быть КЗ Оно Так И Есть Сопротивление Небольшое В Зависимости От Диодной Сборки Так С этой Ноги Соответственно Если у нас КЗ То и с этой Ноги На Обрат По идее Не должно быть Ничего У нас Есть Килоом Конденсатор Зарядился На Обрат Диод Сейчас Работает Заодно Можно Проверить Дополнительные Места Где Могло Перегреться То есть Можно Обратить Внимание На Плату Не Обратить Внимание На Плату Чтобы Нигде Ничего Грязного Не Было Красиво Чисто Так Теперь Будем Смотреть По Предохранителям Ну Этот Можно Не Звонить Теперь Вот Этот Разбунем Ошибись Духло Выбила Два Предохранителя Блин И такой И такой Блин Так Он Идет По Одному Контакту Один Уходит Один Сюда Потом Пардон Не Увидел Что Не видно Вот У нас 220 Заходит 220 Пошло Сюда Потом На Диодную Сборку И Потом На Трансформатор А Второй Идет На Первый Предохранитель Вот То есть Сюда Не будет Приходить 220 По Соответственно Схема у нас не запустится Хоть как То есть Я рекомендую Поставить вот сюда 1 Ампер Если у вас есть слабый Можете слабый поставить А потом уже Если схема заработает И все у вас нормально Можно ставить Такого же номинала Как здесь Забыл сказать После того Как Сделали Вот часть Обвязку Которую нашли Обязательно проверяем На короткое замыкание Входную часть По 220 То есть После восстановления Предохранителя Если у нас там Звонится В нули То есть Сейчас покажу Даже как Так Где тут Вот так То есть Вот видим КЗ По 220 Соответственно Надо дальше смотреть По входной Цепи Обычно горят диоды Ну Ну Часто Вылетает Обычно Силовая часть Входная Ну Как видим Здесь Вот транзистор Ну Цвета мало Вон Трещина Насквозь И Второй Я не знаю Сейчас вот буду Первый Выпаивать И Потом глянем Уже дальше То есть После того как Выпали проверяем КЗ Если КЗ ушло Впавим Новый транзистор И После этого Уже Продвигаемся Дальше То есть Не подключая К сети Сеть Подключается Когда вы 100% Проверили схему Все транзисторы Целые Тут Силовые транзисторы Уже так О Какая красота Эскимо на палочке Ух ты Тут Даже Кристалл Видно Как Расплавился Красота Так Ну что Посмотрим Теперь КЗ Тестер Рядом Так По 220 Смотрим КЗ У нас Нету Ну и Маркировки Транзисторы Не видно Так Там Часть Осталась Сейчас Буду Аккуратно Выпаивать Скорее всего Этот И Одинаковый Обычно Транзистор Типа 3009 Как В импульсном блоке Питания Сейчас Посмотрим Сейчас Момент Истины Вот У нас Такой Красивый Транзистор 3009 То есть 1309 Стандартный Стандартный Транзистор Который Ставится В блоках Питания А Можно Еще Попробовать Суперклеем Вот так Приклеить И будет работать Такую сказку Кстати Рассказывал На самом деле Ничего не получится То есть На выброс Все это дело Тут Все это дело Расплавилось Так И Так Давайте Посмотрим 1309 Можно посмотреть По даташитах Или взять Какой-нибудь Блок Питания Например Например Вот такой блок Питания И Транзисторы Эти Находятся Здесь Тут Стоят 4106 Пара Сейчас Пойду с даташитом сверюсь И Скорее всего Буду их ставить Если они целые Не помню Что у меня Здесь Сгорело Ну Кстати Вот Диодная Сборка То есть Вот Сами Транзисторы Пара Соответственно Вот Диодная Сборка Вот Транзистор Второй Транзистор Пара Соответственно Если у вас есть Блок питания Старый Вы можете Восстановить Уже Всю Входную Часть Даже Вплоть До Предохранителя И Термо Вот Тоже Термо Предохранитель Да Это Термопредохранитель То есть Можно всю Эту часть Выпоить Вот эту Вот этот Вот эти два И Радоваться Жизни Итак Выбила Все И Два Транзистора Входных То есть Взамен их Я ставлю С4106 Вместо Е 1309 Вроде Так Визуально Он целый Но Канал Один Пробитый Второй Соответственно Полностью Пробитый И Диод У нас Тоже Полностью Пробитый То есть Выбивает Тут сразу Входную Всю часть Соответственно Я буду рад Если вот эту часть Вообще не затронуть Это вот основной Прошивка у нас расположена Это В принципе Можно заменить Три детальки Стоит копейки То есть С этой же деталью Я поставил Транзистор Сюда У меня Был КЗ Соответственно Я начал Дальше Менять Все равно Их в паре Желательно Менять Теперь Самую сложную Среднюю help не так сложно его самому поменять как его потом зафиксировать потому что винт там почти от стенки к стенке если бы я знал изначально что так будет я бы уже бы все просто снял все с радиаторы мне по очереди доставил так было бы правильнее большеватый винтик так еще вышел диодный мост по входу вот эти вот четыре диода вот у меня 220 идет и сразу на них попадает то есть вот эта часть уже вот эта вся рабочая где дальше вот два транзистора и диодный мост диод диодная сборка то есть то и рабочие тут соответственно у нас идет как два диода вход два диода выход то есть это диодный мост из четырех диодов соответственно вот кондер у нас на котором все это дело собирается то есть 100 микрофарад 350 вольт есть вариант установить сюда по обычной диодную сборку диодный мост из того же блока питания вот такого плана такого плана поставить и голову не греть во первых он мощный и во вторых будет тянуть лучше с сети нежели вот такие вот диоды которые считая пол схемы входную вышла из строя да что вся входная схема вышла из строя по 220 и все защиты вышли из строя блин и ничего толком не помогло это какая-то вообще лажа ну никто так не делает считай защиты и не защита вроде есть вроде нет ну мы посмотрим сейчас заменим диодики посмотрим что будет дальше итак я заменил диодный мост как видимо с этой стороны выпалил все диоды выкинул их в качестве предохранителя временно на проверку поставил проволочку взял самую тонкую многожильную то есть располовинил ее вот она вот один волосок взял в легком то есть не вне натяг вот тут поставил специально что если что если короткое замыкание где-то будет или выйдет из строя какая-нибудь запчасть то есть он выгорел то есть не использовать предохранитель копеечный который в принципе где-то у меня лежит но его нет насчет диодов диодный мост я заменил вот поставил как видим мощный вместо вот такой вот фигни соответственно все бралось с блока питания компьютерного можно купить например самый дешевый или там завалявшиеся просто переставить отверстия использовал родные то есть вот 220 вход вот выход минус вот плюс соответственно вот тут есть конденсатор по которому можно сориентировать диодный мост по выходу вот проволочки пришлось доложить так как по диодам дырки не достают но сверлить новые как бы мне не хочется я использовал что и старые вот этот проволочки они были переходниками то есть походу здесь фильтр ставил по питанию типа дросселя тоже как в блоке питания это место дросселя этого поставил диодный мост то есть вот такие были диодики стали диодный мост нормального там соответственно я уже включил заработал ну соответственно после того как мы это все меняем проверяем еще раз чтоб не было к за то есть вот все вы помните что изначально было короткое замыкание по входу да вот сейчас у нас диодный мост исправленный стоит вот так как бы то есть видим короткая включаем ничего нету то есть полярность меняем отключаем ничего нет вот так и должно быть либо вот на вот этой цепи ну сейчас он по ходу разряд заряжен вернее конденсатор вот электролит стоит на 350 вольт 100 микрофарад это можно на нем посмотреть тоже к з то есть он должен уплывать значение то есть как конденсатор заряжается сопротивление увеличивается разряженные маленькое сопротивление начинает расти то есть наоборот полярность меняем то же самое должно происходить то есть все и отделался я тем что заменил 4 диода вот эти вот на диодный мост транзистор 1 2 и соответственно из чего все это выгорело это диодная сборка на выходе вот она соответственно сейчас надо поставить в тест и посмотреть что произойдет то есть а потом уже пойти делать какие-то выводы но все-таки я бы заменил радиатор ну таких больших у меня нет чтобы сделать приходится как-то так на этом а ну сейчас я соберу тогда и покажу мало ли кому пригодится и так понял это многие так схемы сейчас сделаны выходит из строя за перегревом получается надо профилактику проводить через какое-то время что делать перепроверять пока что приступлю к сборке и так момент истины вот я подключил к аккумулятору сейчас подключим розетку включили в розетку на этом аккумуляторе не хотит работать походу вообще тохлая так ну ка че с этим сделаем тоже не хочет работать вот видим ток у нас есть все регулируется просто аккумулятор эти дохлые у меня стоят для других тестов я использую вот один стоит я помню что заряжен как видим все работает все ограничение работает то есть вот ток падает что аккумулятор заряжен короче все сделано это хорошо то без зарядного устройства как то хоть и солнце есть но все равно как бы не хочется оставаться покупать за 2000 новое как бы тоже желанием сильно особо не горю как видим все отлично справляется ну что на этом все всем спасибо за внимание всем пока я я я я